Большой подарок для нижегородских коммунальщиков готовится в этом году. Будет закуплено более 200 единиц техники. Технику в городе они обновляли почти 20 лет, и парк находится в, мягко говоря, не лучшем состоянии. Первые 30 единиц новой техники коммунальщикам вручил губернатор Глеб Никитин. Поздравляю вас с память техники. Мы все три раза понимаем, что техника техникой, на самом деле человеческое разбильдяйство, или наоборот, ответственный подход – это реально то, что определяет качество жизни людей. Если водители, организация труда у вас будет хромать, никакая техника не поможет. Поэтому ответственный подход, высокая организация труда, высокая производительность – не подводите. Раз мы такие решения принимаем, город найдет такие траты, чтобы максимальная была производительность, максимальная качество полетных, и достойная зарплата производственникам. Большое спасибо за технику. Это просто чудо, и мотоцик у меня, конечно, потрясающе. Конечно, новая техника есть новая, и ей работать приятно, ей, конечно, работать хочется. Польза будет огромнейшая, особенно если такая же зима будет, которая была прошлой, то мы постараемся вычистить весь город. Конечно, с той техникой, с тем количеством техник, которая была зимой, убрать город было невозможно, но были ошибки управленческого характера. Сейчас проводим реорганизацию муниципальных предприятий, появляется новое муниципальное бюджетное учреждение, за которым будут закреплены отдельные территории, отрисовываются карты уборки дорог и уборки территорий, и, конечно, не отстаем от прогресса. Можно будет нижегородцам прямо самим в режиме онлайн видеть, как движется техника на карте. Вот, например, совершенно конкретная машина с регистрационным номером. Можно посмотреть ее. Как она ехала? Как она ехала? Она как ехала, приехала сюда. Ее привезли изначально на автозавод в «Зенитово». Ну, приехала сюда. Сайт называется «Платформа Лобачевский». Отвестно, заходите и там контролируйте движение и работу коммунальной уборочной техники. Если что-то не так, можно, соответственно, жалобу там же оставить в эту платформу. У нас в последний раз закупалась техника в 2013 году. Вся коммунальная дорожная техника была изношена от 85 до 95, а некоторые до 100%. Понятно, что первым делом, когда и руководитель города заступил, и при предыдущем руководстве, принимались решения по точечным закупкам. Например, в декабре 17 машин уже было куплено. Но точечно эту проблему не решить. Нужно было разово вывести Нижний Новгород рывком просто на самый высокий уровень обеспечения коммунальными услугами и дорожной коммунальной техникой. Поэтому 200 машин разного профиля куплено – это, по сути, доведение до полного норматива по необходимой технике, для того чтобы, подчеркиваю, и в летний, и в зимний период мы могли обеспечивать уборку.